Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. С вами братья Иван и Александр Кулагин. Мы являемся хозяевами средневекового магазина Секира, организаторами исторического фестиваля «Былины Мерик» и я руковожу клубом исторической реконструкции «Дружина Ильярна». Брат сегодня командует камерой, как практически всегда. Я буду рассказывать. О чем я сегодня расскажу? Расскажу вам сегодня о том, какие мечи бывают и для чего они нужны. Мечи бывают очень разные как по материалу, так и по форме и, соответственно, в сфере своего, так сказать, использования приложения и метод тоже разные. Начнем с лота номер один. Ну и в целом двинемся как? Двинемся от картошечки, так сказать, чего попроще, к фруктикам, что посложнее, поинтереснее и повкуснее. Думаю, люди, занимающиеся непосредственно фехтованием, каким бы то ни было, ничего нового не узнают, а новички, задающиеся вопросом, какой меч купить, если я хочу начать фехтовать, получат исчерпывающий ответ. Лот номер один. Меч стеклотекстолитовый. Мечи текстолитовые используются в первую очередь в ролевых играх. Да, они используются также и в ролевых маневрах, и в тренировках по историческому фехтованию, и реконструкторы ими тренируются, которые сражаются на стале. Мы, например, в клубе тренируемся на текстолите. И, в принципе, в артистическом фехтовании, в сценическом фехтовании используются подобные мечи в театральных постановках, в общем, сферу своего, так сказать, приложения имеет довольно-таки широкую, но в первую очередь это ролевые игры. Меч текстолитовый, он легче стального и отличается от него по свойствам. Во-первых, имеет более толстый клинок, клинок толщиной от 8 до 10 мм, в редких случаях тоньше, если это более короткое оружие типа тинжала, или толще, если это двуручный меч, он там 15 мм может быть толщиной. И что такое вообще текстолит? Текстолит, или в данном случае стеклотекстолит, это полимерный материал, который делается из стекловолокна, стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Ну, бывают использоваться и другие затвердевающие агенты, но в данном случае эпоксидная смола. Продается он в виде листов, листы нарезаются на клинки, из клинков собираются мечи. В оригинале он имеет желтый или зеленый цвет, и вот то, что он такой серенький, блестящий, это краска. Сверху он покрывается краской. В процессе использования краска облупливается, оголяя его истинный цвет, а сам текстолит растрескивается, рано или поздно ломается. Как и все. Стоит текстолитовый меч в среднем, ну, по-разному. В нашем магазине вот такой максимально стандартный текстолитовый меч стоит 3300. Это меч романского типа. Мечи подобного типа использовались в Европе, там, с 13-15 век. Отдельные типы и дольше. Текстолитовое оружие прекрасно совместимо с оружием дюралевого. Дюралевое оружие какую сферу применения имеет? Ровно такое же, как и текстолит. В первую очередь ролевые игры. Далее уже все остальное. Театры, фактические фехтования и т.д. И также используются реконструкторами и прочими фехтовальщиками для тренировок в качестве тренировочного инвентаря. Дюралевое. Само слово французского происхождения. Изначально это патентованное название нового материала, который является металлическим сплавом на основе алюминия с добавлением различных присадок, как, например, медь, марганец, магний или хром, как в дюрале марки D-16T, которая идет на изготовление подобных клинков. Вот этот клинок из дюрали D-16T. Кстати, интересный факт. Дюраль D-16 является копией американской марки дюрали. Если я правильно помню, она называется 2020. Американская дюраль. И она была изготовлена в 1946 году по прямому приказу Сталлина. Дюраль D-16T. Авиационный дюраль-медий. Чем он отличается? Тем, что он содержит хром. Дюраль, поскольку является металлическим сплавом, имеет вот такой вот блестящий и прекрасный вид. Клинок дюралевый, он получше, чем текстолитовый, но все еще толще стального. И поэтому, как и текстолитовый, его бесполезно затачивать. Иногда нам задают вопрос, а можно заточить дюралевый меч, а можно текстолитовый? Ну, можно, но смысл их. Заточку они держать не будут вообще никак. Соответственно, дюраль и текстолит используются, да, в ролевых играх, как я сказал, и абсолютно несовместимы с остальным оружием. Хотя, друг против друга, они прекрасно используются. И в целом они используются в полноконтактном фехтовании, то есть с использованием стальных доспехов, щитов деревянных и так далее, и нанося прямо удары по человеку. Так, отдельно хочу упомянуть, кстати, что наборы на рукоятях именно противовеса и гарды и на дюралевом, и на стальном оружии зачастую, и на дюралевом, и на текстолитовом оружии зачастую стальные. Срок эксплуатации они имеют примерно равный, то есть при активном использовании и текстолит, и дюраль служат примерно года три. Но текстолит, если при активном использовании он, в принципе, сохраняет свою форму, да, он не гнется, он скорее получает зазубрины, имеет свойство ломаться, то дюраль, он может гнуться, и меч со временем может превратиться в сам. Хотя D16T марка скорее сломается, потому что T означает, что он закален. Так, продолжим тему оружия для ролевых игр. Заставочка. Это мягкое протектированное оружие. Оружие, пришедшее к нам с запада. Поэтому его часто называют оружие, ларп-оружие или оружие для ларпа. Хотя правильно говорить, мягкое протектированное оружие, я довольно часто говорю ларп-оружие. Что означает ларп? Это live action role playing game. То есть ролевые игры живого действия. Ролевые игры живого действия в России появились независимо от западной традиции, поэтому у нас сложилась традиция воевать тяжелыми, твердыми предметами, а на западе была отдельная традиция, и они воюют мягкими предметами. Какие характерные свойства имеет данный меч? Ну, во-первых, он имеет мягкую покрышку, в данном случае, это пенополевый ретан, и твердый внутренний стержень из стекла текстолита. Оружие мягкое протектированное для ларпа, очень часто повторяет форму и внешний вид оружия из популярных фильмов, игр, компьютерных и так далее. В данном случае это меч Орг Рист Торина Дубащита из фильма Хоббит. Стоит такой меч у нас 4100. Да, важный момент. Ларп оружие, или мягкое протектированное, как правильнее, несовместимо ни с дюралью, ни с текстолитом, и зачастую игры под подобное оружие, это игры отдельного жанра, где не увидишь большого количества стальных доспехов, зато можно увидеть костюмы, выполненные в максимальном приближении, опять же, к компьютерным играм, с гигантскими какими-то элементами, коронами, наплечниками и так далее. Я этим примером является ролевая игра в Архамме, которая проводится в России уже не первый год, собирает под 2000 участников и т.д. и т.п. Да, кстати, про дюраль тоже стоит отметить, что не на все ролевые игры, куда пускают декстолит, пускают дюраль. Ладно, с ролевыми играми завязали, давайте к фехтованию, к спортсменам, которые прямо занимаются фехтованием как профессионал. Так, оружие для ИСБ. Что такое ИСБ? Исторический средневековый бой. Это дисциплина по историческому фехтованию, возникшая в России и захватившая нынче весь мир. Проводятся по ней крупные соревнования в мире, например, битва наций. Это супертурнир, куда съезжаются представители разных стран, в том числе команды из Бразилии, Японии, Китая. Ну и, конечно же, Россия всегда занимает первое место. Почти всегда. Почти во всех номинациях. Сборная Украина там поджимает, но не имеет и половины того успеха, что сборная Россия. Не важно. Итак, что такое ИСБ? Значит, для ИСБ характерны сражения при помощи тяжелых тупых приметов со специальными искрублениями в максимально приближенном к средневековому доспехе. То есть доспехи у них не обязаны быть исторически достоверными, а в первую очередь обязаны хорошо защищать. Защищенность в ИСБ важнее, чем достоверность. Поскольку для них важно, для ИСБшников, наносить именно тяжелые акцентированные удары, вплоть до нокаутирующих, ребята не используют зачастую мечи. Они пользуются фальшионами, одноручными топорами довольно тяжелыми, тяжелыми алибардами и все такое прочее. В данном случае представлен так называемый Эрзац фальшион по западноевропейскому образцу. Это такое пехотное, дешевое одноручное оружие. И стоит подобный фальшион, вот у нас 4750, хотя это не идеальный его представитель, но вот он у нас есть. Про ИСБ рассказал. Собственно, называть ли ИСБ историческим фехтованием многие поспорят. И в частности поспорят представители такого движения, как Хема. Хема, опять же, движение, пришедшее в Россию с запада и поимевшее моментально весьма большую популярность. Хема расшифровывается как Historical European Martial Arts, то есть исторические европейские боевые искусства. Чем занимаются представители Хема? Они изучают фехтование по дошедшим до нас источникам историческим, по трактатам и фехтбухам, которые являлись учебниками фехтования своего времени. До нас дошли подобные трактаты из 16-го, 18-го века и так далее. Чем же сражаются в Хемах? В первую очередь это Федершверт. Федершверт с немецкого означает пружинный меч. Почему пружинный? Потому что, как ни трудно догадаться, он пружинный. Толщина клинка к острию уменьшается и кончик имеет специальную гуманизацию. Специально для того, чтобы можно было покрыть. Также для Федершверта характерно такое легкое расклешение клинка в районе гарды. Подобные живустройства прослеживаются, опять же, с артефактом. То есть, самые ранние Федершверты известны нам по изобретительному источнику 15-го века, а непосредственно в металле они встречаются с 16-го века из сохранившихся образцами. Подобный вот мяч Федершверт стоит у нас в районе 10 тысяч рублей, выполнен из стали марки 65г, это пружинный рисованная сталь. И отличительной его особенностью является возможность заменить клинок. То есть, вот здесь вот раскручивается специальная гайка, рукоять, перекрестие, противовес снимаются, ставится новый клинок, что закрутили и продолжили дальше. Оружие ломается. Кроме Федершверта, который является по сути разновидностью длинного мяча полуторного, в Хемо существует масса других номинаций, то есть, там и видов боевого взаимодействия, то есть, используются практически весьма разнообразное оружие, то есть, и лонгсворды, там, одноручные мячи, и комбинации шпага-дага или рапива-дага, да, потому что шпага-рапива, как правильно. Опять же, спорить не будем, потому что о терминах не стоит спорить, а надо просто договариваться. Также в Хемо используются сабли, в данном случае, или, как говорят, военные сабли, в данном случае, вот у нас она как раз есть, опять же, гуманизация на кончике, тоже имеет утоньшение клинка к острию, и тоже некие поджимящие свойства, что можно было наносить, и корющие удары, и рубящие удары тоже не были столь травмоопасны, как могли бы быть. Что касается, да, Хемо. Конечно, насколько Хемо является исторически достоверным фехтованием, судить не берусь, но, как на мой взгляд, хоть ребята и изучают непосредственно фехтование по тем, дошедшим до нас документам, по которым учились фехтовать люди своего времени, все-таки упускается гигантский пласт недошедшей до нас информации, которая передавалась от тренера к ученику из устных. То есть дойти до нас она просто особо шансов не имела и, как известно, не дошла. Если там, скажем, какие-нибудь, знаете, скандинавские саги, сочиненные там в девятом, десятом, одиннадцатом веках, в эпоху викингов, дошли до нас, потому что сохранились до тринадцатого, четырнадцатого века, когда уже были подобраны христианскими монахами и из чего-то устного, из устного переложения записаны, таким образом дошли, да, то, как именно учили в непосредственно средневековье фехтовать, непосредственно тренеры того времени, до нас вот кроме как в виде фехтбухов не дошло. Вот эту из устную традицию никто не взял, не записал и так далее, методики не расписал. А вот знаете, вот как по мне, так вот научиться фехтованию по учебнику, это все равно что пытаться научиться по учебнику боксировать. Научиться боксу по учебнику невозможно. А вот опять же живой этой традиции, с одной стороны, не сохранилось, с другой стороны, с другой стороны, то вот фехтование, которое существовало в Средневековье, оно же впоследствии эволюционировало в гражданское дуэльное фехтование. И впоследствии оно же развилось и в то спортивное фехтование, которое нынче мы знаем как олимпийское фехтование. Ну, ладно, неважно, тема для отдельного разговора. Дальше. Завершим нашу спортивную тематику такой вот прекрасной мягкой штучкой, которая называется тямбар. Сам термин тямбар пришел к нам откуда-то с Востока, из Японии вроде как. И подобное оружие изначально использовалось, насколько я знаю, в кендо как тренировочное. В данном случае, подобная тембара, она мягкая, внутри тоже она не очень жесткая, там внутри ПВХ труба, да, снаружи мягкая оболочка и тканевый чехол скользящий. Подобное оружие стоит, ну, рублей 500, например, тембара 500 рублей. И используется оно для, в первую очередь, тренировок. На тембарах отрабатывают и в Хема, и в ИСБ, и в исторические конструкции, и ролевики тренируются тембарами. В частности, новичкам мы их очень часто будем попробовать. Но главное, что существует отдельная спортивная дисциплина, которая называется современный мечевой бой или спортивный меч, там, ну, в разном есть дисциплины, работающие именно с тимбарами на спортивный результат. У них там есть специальные мягкие щиты, мягкие шлемы, мягкие доспехи и так далее. Зачастую в этой номинации, в этой дисциплине занимаются, в первую очередь, дети. И потому как доверять детям стальное оружие как-то не очень, весьма травмоопасно, а вот мягкое вполне безопасно. И впоследствии очень многие дети, занимавшиеся, подростки, занимающиеся на мягком оружии, переходят на, ну, в какие-то другие дисциплины, на стальное оружие. Итак, переходим к тому, что, на мой взгляд, заслуживает максимального внимания. Оружие для истерической реконструкции. Чем отличается подобное оружие? Во-первых, тем, что оно является практически полной массогабаритной копией того оружия, которое использовали наши и не наши предки для своих боевых взаимодействий, чтобы поражать противников. Как, например, вот данный меч, являющийся копией меча из села Фащеварта Полтавской области Украины. Оригинал был найден в конце XIX века и относился к материальной культуре Древней Руси X-XI веков. В оригинале еще надпись на нем была, на клинке такая, «Людота, коваль», сделанная из домаскированных таких букв, которые были вварены в клинок кузнечной сваркой, инкрустированной в клинок. Где используются подобные мечи? Подобные мечи, в первую очередь, используются в исторической реконструкции. Историческая реконструкция – это, понятно, в общем-то, всем движение, когда люди делают максимально приближенные костюмы, доспехи, оружие и прочие предметы материальной культуры к тому, как это было, и непосредственно в этом взаимодействии. Кстати, историческая реконструкция вовсе не обязательно должна подразумевать выезданный фестиваль, участие в боях, турнирах и так далее. Люди могут делать прекрасные предметы, являющиеся копиями оригиналов, и просто ради процесса просто стоять на полку и так далее. То есть процесс ради процесса. Но поскольку есть фестивальное движение, и люди любят сражаться, подобными мечами мы сражаемся. Кстати, вот в нашем клубе, например, тоже. У нас есть тренировки, и как раз подобным оружием мы сражаемся. Можно посмотреть у нас в ролике про Росборг, как это бывает. Подобный меч стоит 25 тысяч рублей. И, кстати говоря, это еще упрощенная копия. Клинок у него из стали марки 65г, твердость около 50 единиц, л-5 из бронза. Да, копия это упрощенная. Если делать полную копию, конечно, он будет стоить не 25 тысяч, а намного дороже, но об этом немножко позже. Потому что меч, который является практически полной копией ранней средневекового оружия, у нас сегодня здесь есть. Также еще приведу в пример меч позднесредневековый, то есть это меч романского типа, с клинком тип 12 по типологии Оукшота. Это оружие, которое использовалось в Европе, в Рыцарской Европе, феодальной, в 13-14-15 веках. 12-й тип клинка это самый распространенный клинок в Западной Европе того времени. Подобный вот меч с ножнами 15 тысяч рублей. Да, кстати, реконструкция позднего средневековья, она гораздо более малочисленна, чем реконструкция раннего средневековья. Соответственно, подобные мечи, они гораздо больше спроса имеют просто как предмет интерьера, для удовольствия купить, или для театра, для кино и так далее, чем непосредственно находит отбит в реконструкторах. Вот реконструкторов 13-14 века в сравнении с реконструкторами раннего средневековья, эпохи Витми, просто мало. Поэтому, если хотите, пофиксировать на подобном оружии, конечно, лучше идти в Ронятину. Хотя в позднем средневековье лучше защищенность, больше разнообразие доспехов, то есть безопаснее. Но и мероприятий меньше, мероприятия более малочисленные, то есть крупнейшие фестивали по 13-14 веку собирают человек 100 бойцов, максимум, это как бы предел. В сравнении с Росборгом, с Блинным Мерлингем, где по 400 бойцов выходят на поле и сражаются в Древней Русь эпоха Витмина. Это, конечно, не сравнить. Отдельно упомяну, что холодное оружие бывает не только в реконструкции раннего и позднего средневековья, но и в более таких уже поздних огнестрельных эпохах, вот там в шпагах 17 век, и кроме 17 века свои реплики холодного оружия имеют реконструкторы и в Петровских времен, и в Наполеонике, Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной и вплоть до реконструкторов более поздних конфликтов или даже реконструкторов стрельболистов. У всех есть свои варианты реплик холодного оружия, и они находят способы им взаимодействовать. Вот, кстати, в движении исторической реконструкции чем позднее эпоха, тем меньше люди реально фехтуют. То есть, например, вот шпага по реконструкции 17 века, она не имеет такого вот замечательного гуманизатора, как оружие для того же хема, да, потому что им не колят, максимум там рубят. И очень часто в реконструкции отнестрельных эпох люди не полноценно фехтуют, стараясь поразить противника, как вот в реконструкции таких вот каких-то доспешных, а доспешных эпох, а именно изображают боевое взаимодействие таким театральным образом. Вот, то есть не имеют реально каких-то правил, поражения противника, как засчитывают удары, кто умер, кто не умер. В реконструкции раннего Средневековья и позднего Средневековья такие правила есть. Там все понятно, нанес удар в поражаемую зону, допустимым образом человек убит, должен упасть, лежит, все понятно. Итак, мы пришли к самому сладкому, к главному вземпляру нашей сегодняшней коллекции. Это меч коллекционный. Ну, как бы так про него рассказать, чтобы вы сразу все поняли, да, и при этом не быть многословным, избыточно многословным, а разговаривая об оружии подобного уровня и качества, не быть многословным просто невозможно. Этот меч, сразу шокирую всех, стоит уже не 10, 15, 20 тысяч рублей, а 150 тысяч рублей. Выполнил его белорусский мастер из Минска Дмитрий Крамцов. И выполнен этот меч максимально, насколько это возможно, близко к оригиналу. Он имеет стальной кованый клинок, вваренные буквы, выполненные из Дамаска, такие же, как были на оригинальном мече, так же, как и на многих мечах в своей эпохе, гарда и противовес являются полыми. Они украшены пластинками из белого металла, 950-й пробы. Они имеют инкрустацию проволокой из белого металла, чистого белого металла. Так же здесь есть забивка из переклетенной проволоки медной и белого металла, тоже чистый. Рукоять из карельской березы. И очень хорошо подогненные ножны. Как он сделан? Кроме того, что он имеет кованый клинок, так же, как и в оригинале, как это делалось, у него черенок, то есть деталь клинка, на которую монтируется рукоять, привариваем кузнечной сваркой и выполнен из железа. Если сам клинок из стали, в данном случае сталь марки 60С2, это пужинно-рисованная сталь, то черенок выполнен из железа. Он, подобно прищепке, захватывает короткий черенок самого клинка и уже на него смонтирована рукоять. Почему так? Потому что железо более мягкое, чем сталь, и подобная технология, а так сделана на большинстве мячей и пухи, подобная технология, во-первых, предотвращает от излома клинок в районе гарды, во-вторых, позволяет гораздо легче расклепать этот черенок, смонтировав на него противорец. Ну и все, рукоять. Ух, как-то я справился, да? Что это за меч? Это меч не просто меч, а копия меча типа Е по типологии Кирпичникова из Гнездова. Гнездова – это гигантский археологический комплекс эпохи викингов и древней уси. Крупнейший могильник курганный на территории Европы. Изначально там было более тысячи курганов. В царские времена его обнаружили, тогда же его повредили строя, железную дорогу. В наше время сохранилось, по-моему, уже что-то в времени в Турстане, в 400 курганах. Находится комплекс под Смоленском, является довольно известным. Мечей подобного типа там найдены, насколько я знаю, три штуки. Вот это полная копия одного из них. Да. Конечно, такой вещи, скорее всего, фиртовать уже не будут. Это вещь действительно коллекционная. То есть это... Либо добавить к своему историческому костюму. Или просто повесить на стену, положить на полку. Лучше вообще под стекло. Он сохранится под стекло в магазине. Кстати, отдельно про него скажу, что он имеет довольно хорошо подогненные ножны. То есть правильные ножны должны быть сделаны так, чтобы меч в данном положении из них не вываливался, но при этом относительно легко извлекался. Вот это вот правильно подогненные ножны. Ладно. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы свой выбор сделали. И придете и купите у нас меч за 150 тысяч. И закажете еще 20 таких. Для всех друзей родных. Шуток. Или нет. Спасибо. Продолжение следует...